привет я вот в таком месте это почему я здесь потому что здесь есть а знаете что еще здесь есть здесь есть хвоя помните да две известных песни джодосена листва и хвоя вот в действительности я понял что мне нужно немножко гормонов счастья но сегодня бы не помешали я подумал как это сделать просто и быстро и надежно ну и в общем то решение пришло как-то само собой я решил сделать небольшую регрессию в детство пойти поискать кучи листьев оказалось что куча листьев найти очень сложно листва отдельно есть хвоя отдельно есть а вот чтобы это все в кучах не нашлось пришлось вот идти там где просто это хоть как то есть потому что мое детство это прыжки лазание по этим кучам листьев и вот придя сюда поконтактировав с этим всем я хочу или не хочу этого неважно но мой мозг погружается туда где он имел эту память ну то есть потихонечку потихонечку трогаешь листья чувствуешь их запах шелестишь ими под ногами и все и мозг потихонечку чук чук отключает деление за делением знаете как громкости добавляет ощущение счастья вот поэтому я сегодня для этого я знаю что у вас тоже есть подобные якоря эти якоря очень надежные универсальные нужно просто повторять их как минимум если съездить туда где во двор детства если вы в нем уже не живете двор детства это машина времени которая моментально изменит ваш обмен веществ даст вам всех там вот этих штук серотонина дофамина окситоцина слово сказать знаете ли вы что ну я просто вспомнил думаю вот как бы еще можно было сделать сегодня вот такого коктейля радости я вспомнил и решил с вами поделиться в том числе о том что знаете есть такой ученый Анохин отечественный ученый он разработал теорию того как в общем-то наш мозг ну как наш мозг обходится с эмоциями и за что он нам дает кайф и удовольствие вот за что он нам дает кайф и удовольствие есть такая система акцептор действия называется это сложная там нейрофизиологическая штука в общем ее суть такая значит у нас есть левое полушарие есть правое полушарие так вот левое полушарие постоянно следит а мы выполнили то что мы хотели ну то что мы запланировали ну мы что-то там запланировали и левое полушарие следит так мы достигли того что запланировали и если мы достигли того что запланировали то тогда нам в награду даются вот удовольствие кайф счастье там все мы такие наполненные вах Все, вот мы сделали то, что запланируем. Но, знаете, здесь подлость современного мира, она в чем заключается? Наш левое полушарие перегрето, перекачано, перетренировано у большинства городских жителей. Что это значит? Это значит, мы постоянно находимся, ну, вы можете открыть, вы в инстаграме, кстати, да, если вы полистаете странички, вы посмотрите, как классно живут другие люди и что вы не дотягиваете до этого. Вот, ну и на всех фронтах там начинают рекламы, заканчивая там стандартов. В общем, наш левое полушарие, оно постоянно находится под давлением критериев, по которым мы там не дотягиваем. И тогда мы находимся в хроническом недостатке гормонов удовольствия, потому что левое полушарие постоянно, это особенно перфекционисты, они же вообще там страдают, у них, они вот что-то там сделали, смотрят на это, смотрят, и правое полушарие уже, ну, давай, давай, ну, вот сошлось, они такие, нет, нет, можно лучше, можно лучше, и вот хрен из два тебе твоих дофамина, окситоцина, серотонина. И вот это вот всего счастья, которое, в общем-то, ради которого мы, по большому счету, и живем, а не для того, чтобы вот эти штуки соответствуют. В общем, в ловушке мы с вами находимся очень много времени, и тогда отсюда возникает такой лайфхак, лайфхак, который призван помочь вернуть вам ощущение радости, удовольствия, счастья. Ну, вот давайте подумаем с вами вместе. Мы с вами знаем, что у нас внутри наш мозг автоматически живет по этому принципу. Ну, то есть ему там не надо ваше внимание-то, в общем-то, он сам состыковывает, либо подгоняет вас, там, создавая вам тревогу, давай, давай, мы еще далеко, мы не достигли планочки, которую запланировали, либо там злости, так, ну-ка, ну-ка, вот нам нужно это обязательно, ну и так далее, в общем. Эта штука работает с эмоциями, и вы знаете, что есть такая штука внутри. И чтобы вам дали счастье, ну, например, сегодня немножко, вам надо что-то такое сделать, да. Ну, помните там все вот эти психологические советы, которые говорят там, если ты в депрессии, начни делать самые простые вещи, там, свари яйцо, например, о, результат, все, ты запланировал, достиг, там, да, но мы этим заниматься не будем, это скучно, это вот все делают. Мой лайфхак, он проще такой, он, знаете, в чем заключается? Вы такие, зная, что у вас есть такой механизм, что левое полушарие такое сидит и строго так, а мы точно, вот, это точно соответствует тому, что мы запланировали, и это вот соответствует тому, что запланировал мозг. Так вот, иногда можно просто брать и делать что-нибудь в стиле, вот, знаете, как, вот что-то такое. Ну, слушай, мозг, ну, короче, покатит. Ну, короче, мозг, давай, все, вот сегодня прям, вот сейчас это прям, ну, все окей, все нормально. Вот прямо у меня все сходится. И слушайте себя там, как реагирует. Если, ну, вот, чувствую чуть-чуть, чуть-чуть, и такие, ну, ладно, мозг, ну, прекращаем. Ну, вот, мозг, ну, все, 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 прям, мы молодцы, мы здесь. Вот это меня устроит. Вот все, меня прям устраивает. Прям все, я ставлю резолюцию, что все, прям принимаю, вот акт приемки работ. Все, на сегодня все, подписываю. И слушайте себя. Ну, и вот прям наглую, ну, слушай, мозг, ну, прекращай, все, давай, все. Вот это все сегодня покатит. Все, нормально. Сегодня вот все. Давай быстро, выделяй. Выделяй премию. У меня, походу, пошла премия. Ну, то есть, че вот, ну, конечно, для слабаков можно яйцо сварить там и сделать какую-нибудь там, поставить план, пробежать сегодня 100 метровку и пробежать ее там, сказать, я выполнил план, все. Ну, то есть, вот такие простые вещи, которые всем рекомендуют, потому что, ну, мозг же он тупой, он такой, посмотри, ему же не важно план, план там, не знаю, стать старым Илоном Маском или там, в общем-то, яйцо сварить, для него все план, по одной и той же, по тому же шаблону все работает. И это вот как-то очень стандартно, а ведь можно вот как-то лайфхакнуть, да, то есть, зная этот механизм, взять и вот самого себя убедить. Слушай, ну, вот на сегодня точно покатит, все, работы приняты, акт подписан, вот бумага, можно даже поставить на белом листке бумаги подпись и показать мозг, видишь, вот подпись стоит, все. О, господи. Вот, то есть, друзья, а в действительности, в действительности, что нужно для того, чтобы чаще испытывать счастье? Надо чаще просто бывать в детском состоянии, в состоянии, где, в общем-то, критерии очень простые, очень, я просто хочу погулять, погулял там, я просто хочу сегодня там на работе сделать там вот это, вот какое-нибудь простое там, ну, поржать над соседом там, поржать над соседом, ну, это очень такое простое, что не требует каких-то сложных критериев, которые там длиной на полгода. Да нет, выходите в лес. Природа, она в любом случае сонастраивает себя с нами, она, мы не можем, не находясь в природе, не сонастроиться. Так устроены биоритмы, то есть вот биоциноз леса, например, он сильнее, чем ваше сознание, и вы будете час ходить хмурый, на второй час вы будете уже нейтральный, а на третий час вы уже будете в дзене. Вот. Используйте любой из предложенных способов и хороших вам походных, да, не забывайте договариваться с мозгом, принимать работы на сегодняшний день. Все, моя жизнь меня на сегодняшний день устраивает, вот меня сегодняшняя пятница меня устраивает на сегодня. Все отлично. Все, вот, работы принято. Все, даже не спорь, просто нет, нет, нет. Все. Да, и, конечно же, пусть песней дня будет листва. Ну а, на чем? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...